Всем привет! Сегодня рассмотрим очередное правило от Скотта Майерса из вот такой вот книги и правила в книге номер 3. Никогда не используйте полиморфизм в массивах. Ну и на самом деле правило интересное. Я как бы много этих правил видел разных у Скотта Майерса, а это что-то как-то даже пропустил. Ну, что я могу сказать? Можно было бы в принципе и догадаться об этом. И возможно, я бы догадался бы, если бы в жизни возникла бы такая ситуация, но тем не менее дополнительная информация никогда не помешает. Короче, в чем фишка? Ну и он приводит пример. В качестве простого примера просто рассматривается некий класс BinarySearch3, бинарного класса для объектов двоичного деревопоиска. И вот у него есть наследник, уже отбалансированное дерево. Ну и для простоты здесь просто один член. Интеджер. Ну, а так как у нас есть наследник, а наследники обычно больше, чем родители, то есть имеют больше информации, то я вот тоже для простоты добавил еще одну перемену. Короче, и вот у нас есть функция. Функция Print, которая печатает этот массив. И она принимает на вход указатель по факту на базовый класс. И вот доступается и печатает, печатает. Ну, как он пишет Скотт Мэйерс, в реальной программе такие классы реализуются там через шаблон и все такое. Но для простоты чтения вот такой вот пример без шаблонов. Ну, и заполняем, заполняем массив, создаем массив и создаем массив от балансированного, да, там дерева. И передаем наш массив типа двоичного деревопоиска, ну такой тип, в функцию печати. И все хорошо работает. Дальше, дальше мы в ту же функцию печати передаем другой массив, который является типом баланс-бст. А баланс-бст мы помним, это наследник от бст. То есть вот здесь происходит срезка. Срезка и функция на самом деле принимает все-таки указатель на базовый класс. И короче, в чем же проблема? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим первый вывод. Первый вывод, все хорошо. У нас так, как и задумывалось. Напечатала. Второй вывод. А второй вывод уже какой-то чертишот. 10, 0, 9, мусор 8, 0, 7. То есть через одну идет, да, наши значения. 10, 9, 8, 7, 6 и так далее. В чем проблема? Ну, сейчас разберемся, в чем проблема. Можно смотреть, еще добавить, к примеру, еще одну, как один член класса. Дабл. Да блин, дабл. Дэм. И посмотреть, что разрыв еще больше. У нас было через одно значение. То есть через 4 байта. А сейчас через... Вот дабл 8. И получается 12. Через 12 байта. 10, вот 9, 8. Ну и так далее. Почему так? Можете разобраться, поисследовать сами. Либо не разбираться. Потому что в любом случае здесь уже есть ошибка. Итак, что же происходит? Ну, вот здесь-то мы знаем, что на самом-то деле, вот это выражение, вот это выражение, даилки. Вот это выражение на самом деле является сокращением для аритметического выражения, которое вычисляет указатель. То есть оно эквивалентно array плюс i. То есть вот к указателю прибавляем i и потом разыменовываем. То есть вот так. То есть мы-то знаем, что array это указатель на начало массива. Но как далеко от ячейки памяти, на которой указывает array, находится память, на которой указывает вот это вот выражение? Расстояние между ними определяется выражением i умножить на size of. Ну, это вообще на самом низком уровне. Там int. Это уже прямое. То есть мы же знаем, при работе с указателями, array это является указателем на bst. rm вычислится размер и соответственно плюс i это будет вот как бы означать вместо, короче, операции, арифметической операции с указателем какие. Если у нас есть указатель на int и мы делаем плюс-плюс, то адрес этот увеличивается не на 1, а на 4, на размер типа. Если указатель на char и мы делаем плюс 7, ну давайте опять, не на char, а на int будет. Если указатель на int и мы к этому указателю плюс 5 делаем, то увеличивается на сколько? Не на 5, а на 5 умножить на размер int, на 20. Ну, то есть на 5 единиц информации. Точно так же и здесь, на i единиц информации. Это все вычисляется, на сколько байт сместится, это значение умножается на size of. Ну, короче, я думаю, это понятно. Так вот. Вот так вот вычисляется это смещение. То есть оно эквивалентно. Вот эти две записи эквивалентны. Теперь смотрите, мы же когда сюда передаем указатель на bst, то все хорошо, все нормально и все хорошо работает. Но, когда мы передаем в качестве аргумента массив объектов типа balanced bst, то компилятор, скорее всего, ошибется. В этом случае компилятор полагает, что размер элемента массива равен размеру объекта вот этого, bst. В действительности же размер элемента равен размеру объекта balanced bst. Обычно производные классы имеют большее количество членов класса, чем базовый класс. Поэтому они, как правило, превосходят базовый класс по размеру. Таким образом, следует ожидать, что объект типа balanced bst будет больше, чем объект типа bst. Поэтому и происходит то, что происходит. Так, а что такое? Где-то я что-то... Ага, вот, какую-то ошибку допустил. Ну, думаю, проблема вам ясна. Хотя, такое я на самом деле не встречал, такое использование. Но, всякое бывает. Иногда встречаешь какой-то код, или кто-то задает вопрос, и ты понимаешь, что ты раньше думал, что так никто никогда не будет использовать, хотя на самом деле все не так. Поэтому, поэтому, поэтому. Ну, и Скотт Мэйерс еще пишет про второе обличие. А второе обличие этой проблемы, если вы пытаетесь удалить массив элементов производного класса, используя указатель на базовый класс. Ну, это вот такой пример. Когда мы используем указатель на базовый класс, но выделяем память для наследника, то есть на производный класс. И когда мы попытаемся удалить массив, то возникнут проблемы. Ну, аналогичные этой. Ой, а в данном случае, в данном случае, в данном случае, что мы видим? Вызвался деструктор только BST. На самом-то деле, это же был объект типа Balanced BST. Ну, я думаю, те, кто меня уже смотрит, те сразу же скажут, в чем проблема, и как ее решить. А вот так вот ее и решить. Virtual пишем в деструкторе базового класса Virtual. Запускаем. Не, не так. С точкой останова. Запускаем. И что мы видим? И мы видим все хорошо. Удаление вызывается корректно. Сначала для наследника, для элемента деструктор, потом для родителя. Наследник, родитель. И так 10 раз. Правильно же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, да. Вот. Но, Скотт Мэйерс написал, что это проблема. Ну, на самом-то деле, да. Если забыть про Virtual и просто вот использовать вот такие наследования. Если забыть. Но если про Virtual не забывать, то проблем в этой второй части не будет. Ну, а с этой частью, конечно же, будет проблема. Ну, здесь разнос, можно сказать, происходит. Для печати надо было бы, наверное, наверное, функцию здесь виртуальную сделать. Print элемент или еще что-нибудь. Или get. Или, или даже не знаю. Не, не, это бред какой-то. Я говорю, не слушай. Короче, о проблеме, я думаю, вы поняли. Ну, 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 что еще могу сказать. Все? Что смотрите? Что ждете? Хватит. На сегодня это маленькое правило. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.